День с толком в эфире. Меня зовут Кирилл Политов. По традиции начнем с анонсов. Не вдыхайте и не дышите. Даже вот если окно открыто и вот этот запах попал в дом, я просыпаюсь от того, что мне становится тяжело дышать. Приходится все закрывать. Когда жители Боровихи все же смогут дышать полной грудью? Кто в теремке живет? Работы должны были закончиться в ноябре месяце, но при согласии с подрядчиком работа у нас закончена уже вот в конце июля. Как в Барнауле решают проблему нехватки мест в детских садах? На первый путь. Можно снять. Стать водителем электропоезда может каждый, где и когда. Вновь начнем с, пожалуй, самой обсуждаемой темы последних дней. Депутаты Госдумы обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой ввести в Сибири режим ЧАЭС. В Красноярском крае и Иркутской области вот уже более двух недель горит лес. Площадь пожара достигает полтора миллиона гектаров. Министерство лесного хозяйства Красноярского края считает, что тушить огонь, цитата, экономически невыгодно. К действиям перейдут, когда пожар начнет угрожать населенным пунктам. В Арнауле тем временем ввели режим черного неба. Из-за него все больше горожан стали обращаться в больницы с жалобами на плохое самочувствие, кашель и отдышку. Особенно опасен такой смог для больных астмой или бронхитом. Медики говорят, что такие выбросы в воздухе могут стать причиной развития онкологии. Опаснее всего влияние смога утром. Специалисты рекомендуют проводить на улице как можно меньше времени и по возможности не открывать окна. Смог рассеется при благоприятных погодных условиях, говорят, в течение двух-трех дней. Нас могут спасти юго-западный ветер и затяжные дожди. Но из-за дымовой завесы не формируются облака. Осадков нет там, где они должны быть. А на границах дымовой зоны напротив идут сильные ливни. Задыхается край не только от смогу, а также жители села Самбар Табунского района уверены, что дополнительно им жизнь отравляет местные предприятия. По их мнению, животноводческая ферма разместила незаконный скотомогильник и силосные ямы. Отсюда, уверяют сельчане, попросту нечем дышать. Мягко говоря, неприятная находка была обнаружена еще в мае. Тогда в скотомогильнике были найдены останки четырех телят. Тогда же за незаконное захоронение фермы Табунская в региональном управлении ветеринарии выписали штраф в размере 40 тысяч рублей. Вдобавок, хозяйству предписали перезахоронить животных и закопать погибших. Однако, как рассказывают сельчане, земля и химические средства насыпали прямо поверх останков. Все те же жители добавляют, что есть еще одно нарушение. Силосную яму открыли в двухстах метрах от домов. Зато в другой дурнопахнущей истории появилось продолжение. Сегодня в Новоалтайском суде рассматривали дело, в котором фигурирует костный завод, расположенный в Боровихе. Вердикт – завод продолжит работу, так решил вот этот самый Новоалтайский суд. Напомним, несколько лет местные жители жалуются, что их преследует запах тухлого мяса, который исходит с территории завода. А вместе с ним головная боль, кашель и рвота. Руководитель предприятия отмахивается, цитирую, «Ничего страшного, так пахнет обычный бульон». Подробности в сюжете Ирины Корчагиной. «Покажу, что мы там прописаны были. И что жить невозможно. И жить невозможно, конечно». Очередное заседание суда. Участники процесса перебирают отписки чиновников и обсуждают, у кого в доме больше пахнет тухлым мясом. Именно такой аромат издает завод по производству костной муки в Боровихе. Елена Романова – многодетная мама. Ей вообще пришлось переехать из родного села в Заринск. За детей страшно. Продать квартиру в таком дурно пахнущем месте она теперь не может. «Мне попросились снять квартиру. Я предупредила, что там запах от завода. Они сказали, ну мы поживем, посмотрим. Они месяц пожили и просто съехали, уехали». Почти у всех жителей села рвота головная боль, кашель. Костный завод еще и расположен рядом с жилыми домами, что противоречит санитарным нормам и логике. «Даже вот если окно открыто и вот этот запах попал в дом, я просыпаюсь от того, что мне становится тяжело дышать. Приходится все закрывать». Жители говорят, что руководство завода их просто избегает. Еще год назад костный завод обязали установить оборудование для системы очистки воздуха и источных вод, чтобы специфический запах исчез. Но люди сомневаются, что все это было сделано, поэтому подали иск о закрытии завода. «Появляются новые свидетели, ну и новые факты обнаруживаются. Ну, в общем, мы пока что, я, например, лично недовольна течением дел». Жители Боровихи говорят, что рано или поздно добьются закрытия костного завода и, возможно, когда-нибудь облегченно вздохнут уже свежим воздухом. Об итогах этого дурнопахнущего дела мы расскажем в ближайших выпусках. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульцев сплотили десятибальные пробки. Вот уже второй день добраться до нужной точки маршрута порой, ну просто невозможна причина. Для краевой столицы банальная работа по перекладке сетей. Накануне частично перекрыли движение на улице Аванесова. Там водоканал модернизирует коллектор. Старую железобетонную трубу более 200 метров в длину заменят на полиэтиленовую. Со сроком службы 50 лет. Вообще у нас в этом году этих работ в плане не было, но поскольку Зминогорский тракт улица Аванесова попала в городскую программу безопасной и качественной дороги, здесь будет уложен новый асфальт. Глава города Сергей Иванович Дугин дал нам поручение отремонтировать все участки, которые в ближайшие годы могут потребовать ремонта, с тем, чтобы уже не нарушать дорожное покрытие. Большой котлован копать не будут. Подрядчик работает методом горизонтально направленного бурения. По словам генерального директора Барнаульского отделения Росводоканала Дмитрия Масловского, прокладку трубы планируют закончить к 25 августа. После дорожники начнут укладывать новый асфальт. Стоимость модернизации коллектора, по данным Росводоканала, 11 миллионов рублей. Напомним, сейчас подобные работы ведутся на проспектах Ленина, Калинина, Комсомольском, улицах Водопроводной, Поповой и других. Вот отсюда и проб. Ясельных мест в Барнаульских детских садах станет больше. В Краевой столице капитально отремонтировали детский сад Теремок. 1 сентября туда придут почти 100 дошколят, в том числе и дети до 3 лет. Как преобразился детский сад и когда закроется проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях края, знает Валентина Аскерова. Долгое время здание детского сада на улице 9 мая арендовал институт труда и права. Но в связи с нехваткой мест дошкольных учреждений власти решили здание вернуть. На реконструкцию из бюджета края направили почти 12 миллионов рублей. Кстати, как только здание начали ремонтировать, родители тут же выстроились в очередь. Мы одни из первых стоим в этот детский сад, но так как нам всего год, мы еще по возрасту не подходим для детского сада, потому что с полутора лет дают путевки. Но мы думаем, что в следующий год мы, конечно же, попадем, потому что мы одни из первых. Пол с подогревом в ясельной группе, новая мебель, игровая зона, спортивная площадка и качественная система безопасности. За полгода детский сад полностью преобразился. Уже через месяц сюда придут 96 малышей, 40 из которых дети от полутора до трех лет. Работы должны были закончиться в ноябре месяце, но при согласии с подрядчиком работа у нас закончена уже вот в конце июля. Благоустройство территории, но еще оно не закончено, еще будет завезен грунт, посадка газона, чтобы для детей все это было безопасно. Как пояснили городские власти, все дети в Барнауле от трех лет обеспечены местами в детсады. А вот ясельных групп остро не хватает. По словам властей, в ближайшее время проблема должна решиться. Строится 5 новых детских садов, что позволит еще полторы тысячи мест везти. В следующем году запланировано еще 17 отдельных групп в существующих садах. И тем самым за три года мы выходим на показатель где-то 3700 дополнительных мест, что позволит нам в полном объеме решить проблему до трех лет. А что касается состояния дошкольных учреждений, то оно должно соответствовать нормам СанПИН. Рабочая система пожарной безопасности, закрытые розетки с заземлением, окна со специальным замком, спрятанные провода. С виду теремок соответствует всем нормам. Как будет на деле, покажет время. 1 сентября садик примет малышей. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Поток пошел. За прошлый год единственное в крае казино Алтай Пелос посетило 60 тысяч человек по вот этой самой дороге. Это на 40 тысяч больше, чем в первый год работы игорной зоны. Управление по туризму связывает увеличение с развитием инфраструктуры казино. Кто едет в Сибирский Вегас, расскажет наш корреспондент. Вдали от мегаполисов в Алтайских горах расположилось одно из четырех легальных российских казино. Заработало оно в 2014 году. Правда, подъехать к нему было трудно. Дорога была ищебнее, проткнуть резину можно было в два счета, поэтому многие отказывались сюда ехать. Тогда за год это место посетило всего 20 тысяч туристов. Количество посетителей начало расти лишь в прошлом году, когда была построена подъездная дорога. На эти цели краевые власти направили свыше 100 миллионов рублей. Поток пошел благодаря этой дороге. Это, конечно, большой, колоссальный плюс. Сейчас не могу привести статистику за 2019 год, потому что только полгода прошло. Но у нас в прошлом году наш комплекс посетило порядка 60 тысяч человек. В целом же за прошлый год комплекс «Сибирская монета» под данным Краевого управления по туризму посетило почти 140 тысяч человек. К слову, у краевых властей и к горной зоне интерес повышенный, ведь на ее развитие было направлено свыше полутора миллиардов рублей. А налоговое отчисление в бюджет Края за все четыре года работы составили пока всего 272 миллиона. И когда инвестиции окупятся, неизвестно. В казино говорят, что один из способов увеличить прибыль – привлекать иностранцев. На данный момент мы проводим работу с московскими туроператорами по привлечению гостей из Китая, Тайвань, потому что уже первые группы из Китая мы планируем привезти уже этой осенью. В планах у краевой администрации также подключить комплекс к электричеству. Сейчас он работает на дизельных генераторах и в дальнейшем расширять игорную зону, чтобы сибирский «Вегас» все-таки мог серьезно конкурировать с другими игорными домами страны и, наконец, окупился. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Шукшинские дни на Алтае сейчас в самом разгаре. Еще раз напоминаю, в этом году фестиваль юбилейный. Василию Макаровичу могло бы исполниться 90 лет. Жители и гостей края ждут сразу на нескольких площадках. Запоминайте, сегодня в Бийске анонсирован гала-концерт, после которого наградят победителей конкурса деревенского юмора «Провинциальные чудики». А также на бульваре Петра Первого покажут конкурсные фильмы программы «Короткого метра». Кроме того, в Сросках на родине писателя, режиссера и актера пройдет фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы «Характеры». Завтра в Сросках запланированы песенный фестиваль, мастер-классы, экскурсии по памятным шукшинским местам. В 16 часов начнется торжественная церемония закрытия Шукшинских дней на Алтае. Назовут имена победителей кинофестиваля, лауреата литературной премии. Завершит программу концерт Марины Девятовой и шоу-балета «Ярд-дэнс». Почувствовать себя настоящим машинистом электровоза, узнать о том, как строили железную дорогу во время Великой Отечественной, а также полюбоваться миниатюрными моделями поездов могли сегодня жители Барнаула на перроне ЖД вокзала. Весь день стоял особый поезд, выставочно-лекционный. Илья Кочетков посетил его. Вагон рассчитан на 64 пассажира. Эти вагоны начали курсировать по территории нашей страны с 1 ноября 2013 года в составе поезда номер 104-103 сообщением «Москва-Адлер». Такие двухэтажные вагоны уже возят пассажиров на юге России, но жители Сибири их могут пока увидеть только с помощью такой передвижной выставки. Поезд начал свой путь 8 лет назад. И с тех пор, по словам его работников, колесит по стране почти не останавливаясь. За бортом остались миллионы километров и не меньше, наверное, населенных пунктов. Организаторы говорят, интерес неизменно большой. Барнаул не исключение. Вы видите, по людям за моей спиной здесь уже действительно ажиотаж. Я думаю, что полутора-двух тысяч сегодня посетит Барнаулю. В среднем от 800 до 1200 человек. Что ни вагона, их всего 9, то отдельная отрасль или эпоха. Здесь и современные поезда, и железнодорожные службы в космической отрасли. Что касается взрослых посетителей, они считают особо важными исторические отделы, посвященные Великой Отечественной строительству БАМа. Потому что сейчас все теряется, история как-то маленько перестраивается, все переделывается. Дети уже так сильно знать ничего не будут наши, что как было раньше. Поэтому, чтобы дети маленько знали историю. Ну а самим ребятам неизменно нравятся отделы, где можно посидеть, поуправлять. Например, вот такие тренажеры. Можно сеть? Можно сеть? Подождите, надо спрашивать. Можно сеть спрашивать. Завтра поезд прибудет в Бийск, а далее проследует обратно в Москву. И после небольшой стоянки снова отправится по городам и весям. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Зачем соблюдать ПДД? Какие предупреждающие знаки существуют? И как правильно переходить дорогу? В микрорайоне Янтарной в очередной раз прошла акция «Осторожно, дети», нацеленная на детскую безопасность. Организатором выступила управляющая компания «Взлетная» при финансовой поддержке компанией «Импорт лифт сервис». Эксперименты, познавательные игры и вкусные угощения в атмосфере праздника и веселья детям рассказали о правилах дорожного движения. В молодом микрорайоне проживает много семей, и некоторым уже в этом году идти в первый класс, поэтому рассказывать о ПДД малышам просто необходимо, уверена управляющая компания «Взлетная», которая, к слову, и организовала акцию. Праздник проводится уже второй раз для того, чтобы дети в непринужденной обстановке закрепили жизненно необходимые правила. Поддержала акцию компания «Импорт лифт сервис», которая, кстати, тоже отвечает за безопасность движения, только не на дороге, а в лифте. На праздники детей также угостили сладкой ватой, из-за которой выстроилась огромная очередь лимонадом. Берегите себя через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». У меня к этому часу все новости. До встречи!